Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов Южные ночи. Тут черт ногу сломит. Никакой луны. Но дорожка светлого песка все же заметна. Песок выручает. А вот и тусклый свет. Это окна. Идем на окна. Свет слабый, поскольку, видимо, пользовались еще свечами. Или у них уже есть электричество. Тут у самого дома светлее. Терраса чуть выше сада. На террасе стоит дом. Остекленные крупные двери на террасу закрыты. Можно подойти и взглянуть. С первого взгляда там мечутся люди, отбрасывая резкие тени. Нет, там мечется только один человек. Он находится не у камина, а у самых дверей террасы, по ту сторону от меня. Горят на столе свечи. Пять? Десять? Так вот, человек мечется между камином и свечами. И все эти огни дублируют каждое его движение. Потому зрительное впечатление такое, как будто множество людей бегут, дерутся и при этом жестикулируют экспрессивно, как водится у итальянцев. Ведь каждый русский знает, что итальянцы жестикулируют от избытка страстей. Не правда ли? Мы знаем. Он не один. Мне удается, прильнув к стеклам, обнаружить, что он не один. Кроме него подле камина находятся еще трое. Две женщины и один неподвижный мужчина. Все они расположились в креслах. Что он говорит? Он ничего не говорит. Он издает звуки. Он воет музыку. Воет. Кто-то идет. Это молодая женщина. Белый передник поверх черной мини-юбки и блузки темного цвета. Но какого не ясно. Она подошла и тоже заглянула в дом. Улыбнулась. Кивнула мне. — Добрый вечер, сеньор. Добрый вечер, сеньорина. Я служанка этих господ. Они не могут говорить. Во всем остальном они прекрасные люди. Они могут спать и плакать. Еще они не могут есть. Женщина улыбнулась. Что значительно облегчает мою работу. Ведь если бы мне пришлось кормить четверых, ой, я была бы все время занята. Сейчас я пришла уложить их в постели. Она порылась в сумочке и достала ключ. Вставила его в замок. — Вы хотите войти со мной? Хотите посмотреть на них поближе? — Советую зайти. Они такие милые. К тому же они очень известны во всем мире. Вы потом сможете рассказать вашим близким, что вы с ними познакомились. — Да, я войду с вами. Собственно, для этого я и пришел. Она открыла дверь, и мы вошли. Пламя свечей дружно отпрянуло от нас к камину. И за нами влетели сотни бабочек и насекомых. Все они ринулись к свечам, так как давно замыслили умереть и ждали только случая, чтобы сделать это. Человек, метавшийся у камина, остановился. К нам обратилось его внезапно нахмурившееся лицо. Из кресел ко мне вопросительно обратились еще два женских и одно мужское лицо. — Я привела к вам замечательного посетителя. Это человек из сада. Он наблюдал за вами, заглядывая с террасы. Прошу вас, улыбнитесь ему. Я вас представлю. — Она подвела меня к метавшемуся только что у камина человеку. Он оказался высоким. У него были очень густые усы. Одет он был в длинный сюртук, похожий на пиджак, но не пиджак. — Познакомьтесь, — сказала мне женщина-служанка. — Пожмите ему руку. Его зовут сеньор Горки. — Но порою я не уверена в этом. Может быть, это сеньор Ницше, который сидит вон там в кресле. Они очень похожи. Я различаю их только по росту, если поставить их рядом. — Ну, считайте, что этот сеньор — сеньор Горки. Мы пожали друг другу руки. Рука у Горки была в меру теплая, скорее, дружеская на ощупь. — Пойдемте дальше. Мы повернулись к Горке спиной и сделали несколько шагов к одному из кресел, заполненному женщиной. Сзади нас Горки издал «Тра-ля-ля-ля-ля-ля! Тра-ля-ля-ля!» Я обернулся. У него был довольный вид. Он подмигнул мне. Эту даму зовут Лу Соломе. Несмотря на совсем не русское имя, эта дама русская, как и сеньор Горки. Но они не образуют пару с сеньором Горки. Они образуют пару с сеньором Ницше, сидящим вон там поодаль. Она указала в глубину комнаты. Дама тоненькая и коротко остриженная улыбнулась нам. А из самого дальнего кресла раздался приветственный вой. Мужчина, сидевший в кресле, привстал, лицо его вышло из тени, попало в пространство света, источаемого свечами. Стало ясно, что служанка права. Лицо и усы сеньора из кресла были копией лица сеньора Горки, того, кто бегал у камина. Это неудивительно, поскольку широко известно, что сеньор Горки подражал сеньору Ницше и в ношении усов, и в образе мыслей. Вот он и стал вторым сеньором Ницше. Либо они оба сеньорами Ницше, либо оба сеньорами Горки. — Вы не находите, Фридрих, что носите чрезвычайно странную и многоговорящую фамилию? — спросил я. Ницше звучит для русского уха как «нет же», «неет же». Ваша фамилия созвучна тому духу отрицания, который бушует в вас. Ницше улыбнулся из-под усов и кивнул. И кивнул еще раз. — Поразительно, — сказала служанка, — он вас слышит и понимает. Обычно он не понимает людей. — Здесь бывают другие люди? — Очень редко. Он их не слышит, даже не смотрит на них. Вас он услышал. Я задал ему еще один вопрос, близкий к первому. Ницше уже следил за мной, ожидая вопроса. Знаете ли вы, сеньор, что вас сверг с вашего трона, ваш же соотечественник, господин Гитлер? Я имею в виду вот что. До появления господина Гитлера вы считались самым главным дьяволом-соблазнителем европейской культуры. Но вы остались теоретиком и никогда даже не попытались реализовать ваши идеи. Герр Гитлер взял в руки свастику и выкосил часть населения Европы, испугав и изумив ее на века вперед. — Он преодолел вас. Вы знаете, что вы давно уже не тиран о Сирии мысли. Ницше холодно кивнул один раз и посмотрел на меня, как мне показалось, с ненавистью. В этот момент к нему подошла дама в черном, до сих пор населявшая третье кресло. Из-под полей низко надвинутой шляпы рассерженно сверкали белки ее затененных глаз. Она полуобняла Ницше и погладила ему то место на груди, где под сюртуком должно было находиться сердце. Они отошли к дверям в сад. Не тем, через которые вошли служанка и я, но к противоположным. Остановившись у дверей, оба стали издавать ласковый вой, направленный друг на друга. — Это баронесса, — сказала служанка. — Она спутница сеньора Горки, но часто путает мужчин и уходит спать с Ницше. Они спят друг с другом, как мужчина и женщина, либо просто спят в одной комнате. Они просто спят в одной комнате. А что делают в это время сеньор Горки и Лу Соломе? — Они послушно спят в спальне сеньора Горки. — Спят, спят? — Нет, просто спят. — Тут пахнет... Я втянул в себя воздух. Выпустил, попробовал еще раз. — Тут пахнет, как в музее. Возможно, нафталином. Вы правы, я использую нафталин. Может быть, откроем дверь в сад? — Но налетят насекомые. Мы прошли к Ницше и баронессе, и служанка открыла дверь своим ключом. Пара не обратила на нас никакого внимания. Ворвались не только насекомые, но и запахи, резкие и тревожные, и звуки, шум ветра в кронах деревьев, слабый треск в отдалении. Они никогда не пытаются выйти в сад. — Нет, они никогда не пытаются выйти в сад. У меня сложилось впечатление, что они не видят и не слышат сада, что им оставлен только этот дом, а за его пределы они не могут отлучаться. Ссорятся ли они? Да, это бывает. Кричат, плачут даже. В особенности сеньор Горки. Он много плачет. Возможно, плачет доставляет ему удовольствие. Сзади на мое плечо легла рука. Обернулся и увидел. Сеньора Лу. При ближайшем рассмотрении молодая женщина оказалась похожей на мою любовницу Фи-Фи. — Что вам, сеньора? Женщина взяла мое лицо обеими руками и стала гладить его. Вначале нежно, но движения все убыстрялись. Мне стало не по себе. Я вырвался. Служанка уже держала женщину за руки. — С ней-то бывает. — Что вы себе позволяете? — сказал я строго той, кто была названа мне как Лу Солома, но напоминала мне мою любовницу. Она спрятала лицо в ладони и вдруг заплакала. — Ну вот. Этого уже не надо делать, сеньора. Служанка обняла женщину за плечи и увела к креслу. Усадила. — Она очень любит новых мужчин, — сказала служанка, подойдя ко мне. — Не судите ее строго. К нам приблизился сеньор Горки и зло завыл в нашу сторону. Усы его дрожали всей массой. Он в негодовании, осуждает нас, заступается за сеньору Лу. — Сейчас заплачет. Действительно, сеньор Горки отвернулся от нас, задергал плечами и заплакал. Служанка протянула ему платок, и когда он отказался взять платок, развернула Горки лицом к себе и силой промокнула ему лицо. Затем повернулась ко мне. — Это все вы, — сказала она. — Вы их всех расстроили. Нужно было вести себя сдержаннее. — Они все мертвые, да? — Ну, конечно, — вздохнула служанка. — Мертвые. — И вы тоже? — И я тоже. — Но вы разговариваете со мной, а они и не могут. — Невелико чудо, — буркнула служанка. — Я просто молодая мертвая, а они старые. Когда я нанялась к ним на службу, они еще умели говорить. — А как они вам платят? Не в евро же? Зачем мертвому евро? — Не важнее мертвых листьев с деревьев. Они платят мне с нами. С нами очень хорошего качества, в которых я чувствую себя живой. Они платят мне очень хорошо, живыми ощущениями. Потому я их и терплю, ведь они бывают очень капризными. Сегодня они заплатят мне сном, в котором будете вы. И мы окажемся в постели. И вы будете меня обслуживать. Она захохотала. — Какой ужас! А вы как думали? Вы придете ко мне, и я высосу вас, как суккуб. Вы о суккубах знаете? Когда сидел в тюрьме, ко мне приходили суккубы. Две разные дамы. Я ведь хороша. Посмотрите внимательно. Служанка встала в позу, в каких выходят модели на подиум. — Хороша, — согласился я. — А они когда спать ложатся? — В полночь. Я думал, на рассвете. Они что, вам бесы, что ли? Это порядочные люди. Баронесса, дочь генерала, гений, великий писатель, сеньор Горки. Как только служанка перечислила их, они все в полном составе сошлись к нам и устроились вокруг на некотором расстоянии. Лица у них были не злые. Чего они хотят? — Стесняются, но хотят, чтобы вы поужинали у них на глазах. А они посмотрят. И чтобы вы вина выпили. Им-то эти удовольствия недоступны. Сами они не могут. Но им будет приятно. Пять мертвых вокруг, и я поглощаю ужин у них на глазах. — Да у вас ведь и еды в доме нет. Есть вино и хорошие фрукты. Через некоторое время я сидел за принесенным служанкой и раскладным столом и разрезал грушу фруктовым ножом, похожим на заржавевший полумесяц. Нет, нож был похож на затуманившийся полумесяц. Вся труппа, почему-то я подумал, что они как труппа актеров, восхищенно глядела на мою жизнедеятельность. Время от времени я отпивал вино из старого бокала. Какое это было вино, невозможно было определить, поскольку служанка принесла его в графине. Судя по количеству ярких сполохов, которые испускали под свечами грани графина, графин был хрустальный. Глядя на их горящие глаза, я подумал, что если бы я не знал этих манекенов, я бы их боялся. Все было хорошо, однако они стали выйти, глядя на меня, и это выливавшееся невообразимо дикое пение вынести было трудно, хотя я и понимал, что таким образом они выражают свои эмоции. По окончании моего фруктового ужина — грушу я не доел, но еще съел несколько треугольников ароматной дыни — служанка стала разводить великих людей по их комнатам. Точнее, она заявила мне, что готова разводить их по комнатам. Произошло это следующим образом. Я еще сидел, держа в руке испускающий из полохи бокал с красным вином. Когда она стала рядом со мной, ее мини-юбка, прикрытая передником служанки, оказалась на уровне моего лица. Тут служанка прокричала, так как великие люди продолжали выть. Она прокричала. — Им пора спать, сеньор, а вам пора уходить, а то они начнут безобразничать. А что они делают, когда безобразничают? Все, что обыкновенно делают духи, будут летать по залу, могут попытаться разыграть вас или напугать. Они ведь духи, а духи любят немного припугнуть живых. — Как ваше имя, умница? Челита? — Ай-яй-яй! Зря не ищите. — В деревне нашей, правда, нет другой такой Челиты, — пропел я. — Откуда вы знаете нашу песню? — Это наша деревенская песня. В моей стране она часто звучала по радио. Это тарантелла? — Ха-ха! Тарантелла имеет более быстрый ритм. Это когда человек движется, как будто ему под одежду попал тарантул. Ха-ха-ха! Такая веселая девушка, она даже не живая. Быть духом ничуть не хуже, чем быть живой. Сегодня ночью вы в этом убедитесь. Не забывайте, что я приду к вам. Уж я вам покажу, что такое итальянские девушки. Как долго вы у них служите? Кивнул я на группу великих людей, тем временем перешедших к камину. Возможно, им стало холодно, несмотря на то, что зал был жарко натоплен. Да и за окнами было никак не менее жарко. Долго я приняла на себя заботу о них после того, как предшествовавшая мне служанка поссорилась с ними. Я понимаю, у духов всегда вечность, вам не до календарей. Хорошо. А сколько всего сменилось служанок после того, как господа приняли такое состояние, стали духами? Мне сообщили, что я не то восьмая, не то десятая. Впрочем, разве это важно? Совсем не важно, согласился я. Ну вот. Челита повернулась к великим людям, хлопнула в ладоши. Внимание, господа, мы отправляемся спать. Вы уже выбрали себе пару на эту ночь? Синьор Горки, синьор Ницше, синьоры. Если вы выбрали, возьмите друг друга под руки и подойдите попрощаться с нашим гостем. Он отлично развлекал нас сегодня. Учтивые и вдруг ставшие элегантными, как дорогие музыкальные инструменты, Ницше и Горки, имея каждый на сгибе локтя руки любимых дам, подошли и поклонились слегка. Ну, наклонили голову в мою сторону. Я встал и сделал то же самое. Начинаем движение, господа, — воскликнула Челита и прошла мимо меня, прошипев. Вам туда нельзя и не вздумайте. Живым вход воспрещен. Я вас еще увижу. Я приду к вам ночью в гостиницу. Я же сказала. Процессия удалилась и втянулась в большие двери в центре зала, давно уже возбуждавшие мое любопытство. Челита закрыла двери передо мной, победоносно улыбнувшись. — Живым вход воспрещен, — еще раз прошипела она. Только в этот момент я заметил, что служанка очень высока ростом, где-то около двух метров. Я еще некоторое время послонялся по залу, допил вино в графине, постоял у книжных шкафов. Большая часть книг темнела дорогими переплетами. Однако я обнаружил там и несколько моих собственных книг во французском переводе. Я подумал, что духи ведь читают на всех языках одинаково хорошо. Признаюсь, мне было приятно обнаружить мои книги у столь великих и прославленных людей. Через некоторое время я выскользнул из дома в темноту. Уже в саду оглянулся. Свечи догорели, но, видимо, еще теплился камин, потому присутствовало красное пятно в силуэте темного дома. В мою гостиницу я добрался нескоро, так как пару раз заблудился по пути. По дороге о мое лицо разбивались ночные бабочки. Приходила ли, как обещала ко мне, прекрасная служанка Челита? Приходила. Но я умолчу о состоявшемся между нами сражении. Субтитры создавал DimaTorzok